проехал интересный участок до рамени здесь 8 километров даже больше сплошной лес и вот там видно в лесу еще тень стоит и морозит сегодня с утра хотя уже скоро июнь вот и руки мерзнут но вот потом такие участки довольно длинные где солнце и там греешься и в лесу естественно вот его тут вырубают везде вырубки еще что-то подумалось что с одной стороны смотришь свежая вырубка и там так все некрасиво с другой стороны уже вырубка заросший там уже новый лес и опять все красиво то есть как бы вот кажется иногда что что-то вырубили некрасиво потом время проходит и опять на этом же месте опять все красиво становится и прикольно то что сделали вот эту новую дорогу по ней яйца очень легко как по шоссе она пока гладкая накат хороший надеюсь что до козлова ну посмотрим так или иначе мне там все равно придется поворачивать на лихославскую дорогу не доезжая до козлова и там уже солнце будет выше и дорогу повернет на восток и уже не будет тени вот этого лесу и благодаря тому что здесь такие глухие леса можно 10 километров по лесу идти вине ни одна деревня найти очень много птиц хотя и вот отморозится но видно они на солнце вылетит а на солнце тепло и классно то что хоть дорогу сделали новую на машин так же как и раньше очень мало вот она уже практически поворачиваю дорога с севера на восток здесь речка судом ли течет 20 километров по хорошей дороге проехал покатался и хватит дальше она уходит на козлова указатель почему-то его сломали кусок как раз тот который указывает что большой плоской толмачи это вот сюда и дальше уже тут будет грунтовка по-моему или что-то в этом роде большое плоская просторная деревня здесь вот такая площадь с часовенкой старая дорога булыжная мостовая как-то тут хотел даже дом купить по моему тысяч за 75 еще тогда продавали за 100 это въезд в тимошкино очень нравится эти места там холмы таки деревянных холмах будет такие просторы вокруг в тупиках такого нету вокруг лес какое дерево растет цветы вот это выезд по моему у меня даже фотка где-то в есть сейчас видео сниму интересный такой выезд из тимошкина здесь были колхоза раньше и рельеф конечно тут интересные такие холмы поля большие в девять утра солнце уже начинает прогревать руки постепенно отходят сагузка наверно тоже остатки бывших колхозов фермы какие-то стоят уже даже дерево все сгнило одни фермы остались железобетонные а вот тут тоже поле распах интересно тут местами проглядывают остатки трудно определимого но достаточно достоверного древнегреческого асфальта от дороги на толмачи у меня сложилось следующее впечатление во первых там есть церковь такая не классическая с колоннами красивая помню там бегала собака с цепью и гремела этой цепью и второе когда ехал по этой дороге у меня было такое стойкое ощущение что здесь очень много машин только успевая смотреть как одна с другой едут а в этот раз впечатление оказалось ошибочным еду и практически по минут по пять нету машин последние лингвистические исследования слова солнце произошло от шел когда-то один украинский буддист посмотрел и понял c сон то есть это сон c сон солнце следующая софа это слово придумал англичанин велосипедист походник вдалеке от дома он ехал и понял что соуфа так далеко ему еще до дома ехать до места где можно полежать на мягком назвал мягкий диван соуфа софа проехал уже больше сотни километров а ноги при попутном ветре практически не устали даже в горку едется легко это тверца нашел вот такую полянку недалеко от города между мир 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 миринами и за при заволжским рядом шоссе совершенно рядом и можно тут прям палатку допустим ставить и так отдыхать хорошо кра солнце на закате и удивительно то что с первого там такой холодный ветер а здесь жара может и там конечно погода поменялась но что-то я сильно сомневаюсь некоторые итоги похода в седьмом утра я выехал по моему и сейчас 8 вечера возвращаюсь солнце садится так и интересно то что съел всего за день банку сметаны банан два яблоко и два апельсина и огурец не целый и хватило энергии вот сейчас домой возвращаюсь осталось мост перейти и я уже в никола малец и там буквально пять минут пять-десять минут а